Девушки отдыхают 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 Кирдерелла, шатра, да это шмирделлы? Это они его свалили? Шмирделлы, шмирделлы, а зачем они в наш лес пришли? Да, и нашу траву рвут на нашей поляне. Вашу траву на вашей поляне, в вашем лесу. Ну, и в вашем, и в нашем. Ага, так все-таки в нашем лесу. Так вот, мы в нашем лесу любим гостей. Добро пожаловать! И раз, и два! И раз, и два! Ура! Полянку привели в порядок все вместе. А потом гости пробовали лакомства бабы Капы и угощали всех своими диковинными блюдами. Новые соседи оказались отличными друзьями. Никто не хотел расходиться. Пир горой затянулся до поздней ночи. Однажды на луне родился необычный малыш. Я родился! И случилось так, что он попал на землю, где нашел много новых друзей. Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Пузырьки. Деда, а ты не знаешь, зачем в бубликах дырка? Чтобы удобнее держать было. А вообще дырка зря. Без нее бублика было бы больше. Какие красивые шарики ты делаешь! Это мыльные пузыри. Я собираюсь стирать белье. Я тоже хочу стирать. Можно? Ну попробуй. Стой, стой! Зачем так сильно болтать руками? Чтобы пузырьков стало больше. Ой, мой бублик! Баба Капа, смотри! Так вот для чего дырка в бублике. Нет-нет, все-таки бубликом это не делается. Но я дам тебе мыльной воды, а уж ты с друзьями придумай, как пускать пузыри. Спасибо, бабуля. Обязательно придумаю. Здравствуйте! А вы знаете, как пускать пузырьки? Чего? Какие пузырьки? Ну-ка дай сюда! Что это? А-а-а, да! Приятного аппетита! Ха-ха-ха! Ой, я тоже так хочу! Ха-ха-ха! Пузырьки такие красивые, но такие горькие! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ты раздавил мой пирожок! Да я нечаянно! Вечно ты не смотришь, куда скачешь! Тут так много твоих пирожков, что ступить негде! Ну-ну-ну-ну и нечего тут ходить! А? Лунтик, что с тобой? Я проглотил мыльную воду. Ты что, Лунтик, нельзя пить мыльную воду? Я не хочу её пить! Я хочу пускать мыльные пузырьки! Пузырьки? Здорово! Только я не знаю как! Нужно что-то придумать! А чего тут придумывать-то? Нам нужна маленькая соломинка! Маленькая соломинка! Маленькая соломинка! Соломинка! Маленькая-маленькая соломинка! Так, соломинка-соломинка! Маленькая соломинка! Почему-то тут нет маленьких соломинок! Эй, ребята! Я придумала! Я нашла соломинку! М-м-м! Вот! Ха! Смотрите! Ой, какой большой! Лопнул! Ты что, расстроился? Давай я новый надую! Один пузырь это ерунда! Смотрите, я сейчас много таких сделаю! Кузя, как здорово! Да, это я хорошо умею! А я знаю, как надуть ещё больше пузырьков! Как? Вот как! Ха! Ну ты и придумала! Шнюк ни за что не даст нам свою паутину! Конечно даст! Дядя Шнюк такой добрый! Большое спасибо, дядя Шнюк! Пожалуйста! Зачем ему паутина? Хэ, хэ! Давайте! Раз, два, три! Фууууууууууууу! Ха-ха-ха! Вот так Лунтик с друзьями придумали, как можно вместе пускать много-много мыльных пузырей! Это было очень красиво Все сначала удивились, а потом обрадовались Мыльные пузыри нравятся всем, даже взрослым Однажды на луне родился необычный малыш Я родился! И случилось так, что он попал на землю, где нашел много новых друзей Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем Кувшин Жучок, ты где? Жучок, мы больше не играем в прятки! Выходи! Иди сюда, мы тебе конфетку дадим Ну и влетит же нам от его мамы, когда она узнает, что мы за ее малышом не уследили Жучок! 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 Ух ты! Вот это кувшин! Подойдем поближе, посмотрим Стойте! Нельзя подходить к незнакомым кувшинам! Вдруг там сидит джин? Мила, вечно ты всех пугаешь всякими небылицами! Пойдем, Лунтик! Ой! Шапочка-жучка! А-а-а! 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 Скорее в кусты! Никогда не слышал такого страшного голоса! Я же говорила, что там джин, а мне никто не верил! Неужели джин похитил маленького жучка? А вдруг он унесет его в какую-нибудь далекую страну? Надо освободить малыша, пока не поздно! Что-то не хочется туда больше идти! Знаете, я читала, что джину можно задобрить! Принести ему что-нибудь вкусненькое! У меня есть конфета! А-а-а! 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 Кидай! 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 Фантик! Фантик? Конфету съел, а жучка не отдал? Так нечестно! А-а-а-а! А-а-а-а-а! Какой джин? Я не видел никакого джина! Как же ты оказался в кувшине? Мы же в прятки играли! Вот я там и спрятался, а потом не мог вылезти! Кричал вам, кричал, а вы меня почему-то не вытаскивали! А-а-а! Так вот почему у Жичка был такой голос! Эх, разбили мой самый большой кувшин! Зря я оставил его на поляне сушиться без присмотра! Так это был ваш кувшин? Дядя Корней, не волнуйтесь, мы сделаем вам новый! Ребята тут же принялись за работу и весело смеялись над забавной историей, которая с ними приключилась Однажды на Луне родился необычный малыш Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем Ветер все быстрее и быстрее нес корабль по волнам Брызги обрушивались на капитана Но он продолжал стоять у руля Осторожно, пирожки! Деда, а дальше? А, да! Так закончилось его плавание Все, пора пить чай Вот бы и нам так плавать! Кораблик Так, давай посмотрим, из чего можно сделать корабль Вот его основа Похоже на большое корыто У Бабы Капы есть такое Так, мачту можно сделать из цветка А парус из лопуха О, это похоже на метлу А это на паутину дяди Шнюка Ха-ха! Тогда за дело! Ага, только надо взять тележку у дяди Корнея А то мы все это не унесем Спасибо, дядя Корней Субтитры сделал DimaTorzok Вроде все собрали Здорово! Теперь можно отправляться в плаванье Плаванье? Лунтик! Надо было сразу строить корабль у пруда Теперь придется его тащить Ветер все быстрее и быстрее Нес корабль по волнам Брызги обрушивались на капитана Но он продолжал стоять у руля Лунтик, стой! Мы забыли руль А может, вот это подойдет? Нет, он должен быть большим И не пьющимся И твердым Ох, ребята, боюсь у меня такого нет Пойдем на улице поищем Смотри, Кузя Вот что подойдет Здорово, что баба Капа дала нам баранок в дорогу А где же парус? Ээээ Может, его ветром сдуло? Ну ничего, новый найдем Хорошо, что эти лопухи везде растут Я все Я тоже Думаю, мы заслужили съесть по баранке Ох, а где они? Может, их тоже ветром сдуло? Пойдем посмотрим Вдруг они где-то недалеко Лунтик, подожди, забудь про баранки Я думал, ты расстроишься Не, нам и без них будет весело А этот лопух не хуже баранок Так это вы съели баранки и парус? Это же наш корабль Корабль? Да это же просто корыто Да, оно у вас потонет Откуда вы знаете? Да, мы его еще и не проверяли Корыто, оно и есть корыто Стойте! Ой! Куда вы? Спасите! Помогите! Помогите! Там впереди пруд Покинуть корабль Смотри, Кузя Наш кораблик плывет Ха, точно! Ура! Ветер нес корабль все быстрее и быстрее Смотри-ка, плывет! Капитан продолжал стоять у руля и управлять своим кораблем Однажды на луне родился необычный малыш Я родился! И случилось так, что он попал на землю, где нашел много новых друзей Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем Вот так красота получилась Бабуля будет довольна таким подарком Ну вот, испачкалась Пока сохнет, письмо о бабуле напишу Облачко Облака так похожи на пушистые перышки Интересно, они такие же мягкие? Не знаю, я бы с удовольствием их потрогал Вот бы к нам спустилось хотя бы одно Пусть самое маленькое облачко Не может быть! Облачко! Оно нас услышало? Оно и правда мягкое И пушистое Наверное, оно хочет, чтобы мы его погладили Оно же испачкается Ты такая белая, тебе нельзя ходить по земле Лучше лети Лети же! Что это с ним? Может, оно еще маленькое и не может взлететь? Что же нам делать? Давай я сбегаю и спрошу дядю Корнея А ты пока последи за ним Хорошо Здравствуйте, Корней Корнеевич! Здравствуй, Кузя А вы не знаете, как ухаживать за маленькими облачками? Опять фантазируете? Ну, вообще облака питаются водой От этого они растут, становятся большими Спасибо за совет! До свидания, Корней Корнеевич! До свидания! Хм, придумают же, ребятки Я узнал, что облака питаются водой Точно! Может, оно кушать хочет? Пойдем скорее к ручью Ну, вот, готово Где же шаль? Была же здесь Ух, хорошо! Мягонько! Моя шаль! Что вы наделали? Это вы что наделали? Мы этот пух полдня собирали Извините Смотри, облачко Сколько тут воды Видишь, как оно обрадовалось Зацепилось Мы поможем тебе! Все, тащи меня! Кузя, я не смогу тебя поднять Раскачай меня и подбрось к берегу Я приземлюсь Хорошо Мама, стой! Стой! Не бойся! Отдай облако! Отдай наше облако! Куа! Ой! Прости, облачко Не найду я эту шаль Она может быть где угодно Ребята, а вы-то чем расстроены? Нам облачко жалко Мы хотели, чтобы оно спустилось к нам И облачко послушалось А теперь оно летать не может И уже никогда не вернется к себе домой Ну-ка, дайте его мне Моя шаль Нашлась! Какая шаль? Я сплел ее в подарок для бабушки Где вы ее нашли? Она спустилась к нам с неба И мы думали, что это облачко А оказалось... Ну и что, зато мы нашли подарок для бабушки дяди Шнюка Значит, все облачко там, наверху? Ура! Друзья вовсе не расстроились, что вместо облачка к ним спустилась шаль Кто знает, каково облакам на земле Главное, что на небе им точно хорошо Однажды на луне родился необычный малыш Я родился! И случилось так, что он попал на землю, где нашел много новых друзей Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем Хитрые гусеницы Ребята, завтра утром мы начинаем соревнования по ориентированию на местности Вы уже разбились на команды? Да! В одной команде будут гусеницы, а в другой я с Кузей Вот и хорошо, завтра я раздам вам карты С их помощью вам надо будет найти клад Большой мешок конфет В лесу я поставил указатели, которые помогут вам ориентироваться Чья команда первая найдет конфеты, та их и заберет У меня есть план Как только начнется соревнование, я догоню малышню и скажу, что ты меня бросил и пошел за конфетами один Они скорее всего возьмут меня в свою команду и я их задержу А ты за это время найдешь конфеты Точно! Обе команды готовы? Да! На старт, внимание, марш! Пупсень! Ты что, следишь за нами? Конечно, нет! Просто меня Пупсень бросил! Сказал, что не хочет со мной делиться конфетами и пошел один! Возьмите меня, пожалуйста, в свою команду! Может быть возьмем, Вупсеня? Не оставаться же ему одному! Что-то я не очень ему верю! Ладно, так уж и быть! Но если ты начнешь безобразничать... Не начну! Спасибо! Вы настоящие друзья! Пойдемте скорее! А, мне же в другую сторону! Смотрите! Указатель! Странно! По карте нам направо! Если стрелка показывает в ту сторону, значит нам туда! Ага! Конфеты должны быть где-то здесь! А, точно! Тут! Мы из-за этого неправильного указателя такой круг сделали! Пупсень, наверное, уже все конфеты съел, пока мы тут блуждаем! Пупсень, где конфеты? Не знаю! Думал, что они зарыты на этой поляне! Но здесь их нет! Вот растяпа! Ладно, иди сейчас за нами! Когда подойдем к кладу, я дам тебе знак и ты выкопаешь его! А я задержу Лунтика и Кузю! Кажется, это должно быть здесь! Да! Вот под этим цветком! А, 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 ай-яй-яй! Что случилось? Ой, нога заболела! Ай-яй-яй-яй! Где болит? Ай-яй-яй-яй-яй! Здесь больно? Да, да! Здесь очень больно! Какая боль! Ай-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй! А здесь? Лунтик! У него ничего не болит! Он нас специально отвлекает! Ура! Конфеты наши! Так не честно! Кто первый до конфет добрался, тот их и забирает! Слышали, что дядя Шер говорил? Привет, ребята! Так кому должны достаться конфеты? Нам! А я так не думаю! Я на всякий случай, чтобы никто не заблудился Наблюдал за вами в подсорную трубу И видел, как вы пытались обмануть Лунтика и Кузю Разве это честно? Эй-яй-яй! Мне кажется, не очень! Так что в этот раз приз достается Лунтику и Кузе А вам для того, чтобы получить конфеты! Придется самим научиться ориентироваться по карте! Гусеницам понравилось заниматься ориентированием Ведь куда интереснее самим найти свой мешок конфет, чем кого-то обманывать Однажды на Луне родился необычный малыш Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем Ух ты! Смотри! Это же Баба Капа! Какой у нее букет большой! Праздник цветов! А вот и дедуля! Это они с дядей Шнюком газету выпустили Слушай, Лунтик, а давай тоже свою газету издадим Представляешь, как все обрадуются? Точно! И расскажем в ней обо всех событиях нашего леса Так, нам понадобится ручка, блокнот И фотоаппарат Газета Вперед за новостями! Ура! Вперед! Эх! Жаль, никаких праздников нет! И конкурсов тоже! Не расстраивайся, Кузя! Пойдем к дядю Шнюку! Может он чем-нибудь интересным занят Да, что-то нам не везет О, а пойдем поищем гусениц Уж они-то наверняка что-нибудь затеяли Все, я больше не могу! С такими новостями мы точно газету не сделаем Может мы просто плохо искали? Да мы уже всех обошли И ничего А представляешь, какие могли бы быть заголовки? Гусеницы научились летать! Или изобретена чудо-машина! Ах, если бы мы могли сами новости придумать! А что? Это идея! А-а-а-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а! Вот послушай, как тебе заголовок Изобретена машина для выпечки пирогов Ага! А если так, найден клад древних пчел Смотри, Кузя, наши бабочки похожи на дракона Точно, так и напишем Таинственное появление дракона А вот еще, новая проделка гусениц Кузя, а может, все-таки не стоит писать неправду? Не волнуйся, Лунтик, вот увидишь, газета всем понравится Смотрите, девочки, да это же Вупсень А рядом Пупсень Эй, вы над чем тут потешаетесь? Дайте нам посмотреть Что? Да ничего этого не было, это кто-то придумал Гусеницы-привидения Смейтесь, смейтесь, тут и про вас есть Да, ты только погляди, Вупсень Вот это страшилище, а какой огонь! Ого! Ну, что я тебе говорил? Смотри, сколько народу собралось! Привет! Вам понравилась наша газета? Понравилась! Как вы могли про нас такое написать? Это же неправда! Про себя бы лучше что-нибудь сочинили! Вово! Ну, я... я думал, так будет интересней Кузя, в газете нужно писать только про то, что на самом деле произошло Мы так и хотели, но ничего не происходило Так вы бы у Шнюка или у нас спросили Вот капочка, например, пока вы свои небылица сочиняли Огромный пирог для всех испекла А я новый музыкальный инструмент изобрёл Вот А мы такое красивое платье сшили А мы, между прочим, сегодня ни одной гадости никому не сделали Могли бы и про это написать Кузя и Лунтик сделали новую газету И правда, оказалось намного интереснее всяких выдумок Однажды на Луне родился необычный малыш Я родился И случилось так, что он попал на Землю, где нашёл много новых друзей Привет А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем Дрессировка Мне кажется, вот эти вкуснее Попробуй, Лунтик Ну, не знаю По-моему, и те и те вкусные Ну-ка, дай попробовать Какие смешные Может, они есть хотят? Смотри, как он прыгает О, у меня тоже прыгает Пупсень, Пупсень, смотрите, что червячки умеют Это мы их научили Подумаешь, у меня тоже сейчас запрыгают Видали? Они меня тоже слушаются Это потому, что мы их дрессировали, а вы ничему новому их не научили Ой, можно подумать, это так сложно Да мы так их надрессируем, что они не только прыгать, но и летать начнут Да, червяки? Тогда сделаем так Вы дрессируете этих червячков, а мы этих И посмотрим, кто лучше справится Мы будем лучшими Пупсень, бери букашек Ко мне Смотрите, что у меня есть Так Что они у нас будут делать? Может, заставим их кувыркаться? Или прыгать через кольца? Не, слишком мелко Надо придумать такое, чтобы точно утереть нос малышне Так, повторим Выходите на середину поляны, перепрыгивая друг через друга Делаете кувырок и выстраиваетесь в пирамиду А ты забираешься на самую вершину и машешь листочком Так Не будете слушаться, не получите никакого нектара Ням Вкусненький Начали Раз, два Раз, два И кувырок Построились в пирамиду Давайте, давайте Вкусный нектар ждет вас А? А? Вкуснень У нас нектар кончился Да? А, ладно Ты, главное, не показывай, что кулек пустой Ай! Ну все Нектар вы не заслужили Давайте все сначала И чтоб без ошибок Все Теперь у нас полно нектара Можем начинать Осторожнее Ты не ушибся? Ха-ха-ха Тоже мне Они даже через кольцо прыгнуть не могут Мы сейчас покажем вам, как надо дрессировать А ну Начали Видали? Во, как мы их надрессировали И без всякого нектара А? А? Да вы что? Вы же этот номер сто раз повторяли Ничего не умеете, лентяи А? Эй, а ну, пап А ну, а, а ну, отпусти А? 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 В общем, кажется, они недовольны А? 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 Дрессировка Очень непростое дело Хотя, глядя на Лунтика и Кузю Так не скажешь Червячки Их отлично слушаются Однажды на Луне родился необычный малыш Я родился И случилось так, что он попал на Землю Где нашел много новых друзей Привет А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем Спасибо Кхе-кхе-кхе Да что это такое? Отдохнуть спокойно не дадут Злюка какая Рак для всех старался Интересно Ей знакомо слово спасибо Мне кажется Она не злая Просто не в духе Если ее чем-то порадовать Она обязательно скажет спасибо Что-то я сомневаюсь Спорим, что нет А что спорить? Давай попробуем Здравствуйте Угощайтесь Это очень вкусная пыльца Это мне что ли? Да Приятного аппетита И хорошего настроения Кхе-кхе Плохая пыльца Кхе-кхе Все настроение испортили Простите, извините А что нужно, чтобы ваше настроение опять стало хорошим? Зонтик от солнца Зонтик от солнца Ваш зонтик от солнца Вы бы еще дольше ходили Солнца и так нет Оставьте меня в покое Хм Да она просто издевается Зонтик принеси Зонтик Зонтик убери Капризничает, как девчонка Кузя А она и есть девчонка Только сердитая Кузя А что любят девочки? Хм Цветы Комплименты Хм Ох Ха Кхе-кхе Ну что еще? Эх Вы такая Черная Блестящая Такая Круглолицая Ты что? Хочешь сказать, что я толстая? Нет-нет, не хочу Я цветы вам принес А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- ну-о-о-о! стала конечкой А вы только ругаетесь! Хоть бы раз спасибо сказали Он мне весь день настроение портит А я ему спасибо должна говорить Разлетались тут всякие Ещё и ахают Как грубо и невоспитанная эта пиявка Таких нельзя пускать в приличное общество Скандалистка Ах так? Ну я вам! Ну я вас! Укушу сейчас! Сначала догонись Помогите! Да что ж такое! Опять пиявка кого-то ругает Помогите! Спасибо! Нет, не ругает Она зовёт на помощь Аааааа! Кто-нибудь! Помоги меня! О! Хорошо! Спасибо вам! Спасибо! Когда доброе дело делается не за спасибо, то благодарность бывает действительно искренней Опять вы со своим мусором подходите? Никакого плохого! Однажды на Луне родился необычный малыш Я родился И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей Привет А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем Старший брат Эй, рот закрой, а то муха залетит Почему ты всегда так делаешь? Я это не люблю Подумаешь, как твой старший брат, я могу себе это позволить Старшие братья должны заботиться о младших, а не лупить их Что за ерунда? Кто это сказал? Это все знают, мне-то оставь чуть-чуть Сам достань Ну ты лопух Чего смеешься? Больно же Ой, какие мы нежные Тебе, Бобо, может подуть? Ах так? Получи! Раз тебе на меня наплевать, то и я с тобой водиться не буду Ну и уходи, мне же лучше Хоть от твоего унытья отдохну Ну почему мост так далеко? А, ладно, тут перейду Ай! Ой! А-а-а! Помогите! А-а-а! Ой, держись! Давай руку! Вупсень, как же ты в ручей упал? Надо быть осторожнее Вы такие заботливые Не то что Вупсень Будь он на вашем месте Он бы меня не стал вытаскивать Пупсень! Пупсень! Берегись! Ай! Ой! Ты что? На площадку нельзя ходить! Тебя же могло бревном задеть! Ты такой заботливый! А ведь мы с тобой даже не братья! Пчелёнок, я тебе землянички принесла! Не хочешь передохнуть? Спасибо, мила! Пупсень, осторожнее! Там нора! Ой, хорошо, что вы сказали! А то я упал бы! Но почему Пупсень не такой заботливый, как все? О, Пупсень! Послушай, ты не мог бы мне помочь? У меня насос не работает! Я спущусь в нору и проверю, что там. А ты всё время крути ручку. Как только пойдёт вода, сразу укрикни мне! Ладно! Пупсень наверняка сейчас траву жуёт и даже не вспоминает обо мне! Тоже мне, старший брат! Ай! Ну, где вода-то? Ой! Ой-ой-ой! Я не корней! Вода пошла! Она пошла! Помогите! 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 Кто-нибудь! Вупсень! Но почему ты такой бестолковый? Зачем в ручей полез? Зачем на стройку пошёл? Зачем кран так сильно открутил? Ты-то откуда всё это знаешь? Ты-ты что, следил за мной? Конечно! Тебя же на секунду одного оставить нельзя! А если бы тут никого не было? А? Так ты что? Значит, ты заботишься обо мне, что ли? Что за ерунда? Делать мне больше нечего! Э-э-э-э! Заботишься? Заботишься? Ты меня любишь! Отстань, а то получишь! Э-э-э! Я знал, что тебе на меня не наплевать! Ой! Хотя Вупсень и бывает порой грубоват, но всё-таки он, конечно, любит Пупсеня и заботится о нём, как настоящий старший брат. Субтитры подогнал «Симон»!